Здравствуйте! Национальный проект «Демография» – это комплекс мер, направленных на повышение рождаемости, сохранение здоровья маленьких граждан, обеспечение комфортных моральных и материальных условий семьям с детьми. Надо отметить, что именно благополучие, либо его отсутствие нередко становится причиной, по которой люди детородного возраста откладывают этот вопрос на более благополучные времена, либо вообще отказываются. Нынче поговорка «Бог послал детей, пошлет и на детей» уже не кажется нам правильной. Мы хотим быть уверенными в том, что сможем обеспечить нашим детям не только самое необходимое, но, скажем так, все и даже больше. И, разумеется, помощь и поддержка государства в этом вопросе играет не только не последнюю, а, скажем так, главенствующую роль. В республике действует региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей». Давайте сейчас разберемся, что именно подразумевает этот проект, какие меры предусматривает, что необходимо родителям с детьми для того, чтобы стать получателями этой поддержки и с какими вопросами они могут столкнуться, если окажутся недостаточно информированными. Я представляю участников нашего круглого стола. Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской республики Алина Ноевна Кузнецова. Заместитель управляющего отделением Российского пенсионного фонда по Чувашской республике Ирина Николаевна Коннова. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Елена Владимировна Романова. Елена Владимировна недавно стала мамой в третий раз. Так что наш омбудсмен считается экспертом в вопросах материнства и детства. И начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством фонда социального страхования по Чувашской республике Светлана Георгиевна Щепелева. Что предполагает региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей?» Каков объем финансирования этого проекта, но хотя бы на ближайшие годы? Добрый день. В рамках национального проекта «Демография» в Чувашской республике у нас реализуется пять региональных проектов, в том числе финансовая поддержка семьи при рождении детей. Реализация данного проекта позволит предоставить финансовую поддержку более 56 тысячам семьям до 2024 года. Это, в свою очередь, позволит улучшить уровень дохода в семье с детьми. Общий объем финансирования планируется на 2019-2024 годы в размере 21 млрд 480,4 млн. рублей. В том числе за счет федерального бюджета 4 млрд 756,6 млн. рублей, за счет республиканского бюджета 705,4 млн. рублей, ну и за счет небюджетных фондов это 16 млрд 18 млн. и 4 млн. рублей. В рамках данного регионального проекта у нас реализуются пять мероприятий. В первую очередь, это первое мероприятие – это осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка. На ежегодную эту меру поддержку у нас будут получать 2,2 тысячи семей. Второе мероприятие – это осуществление семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьих и последующих детей. Данную меру поддержку ежегодно у нас будут получать не менее 4,9 тысяч семей. И до 2024 года на реализацию планируется направить 3,103,3 млн. рублей. Ну и третье мероприятие – это семьям, имеющим двух и более детей, предоставление государственного сертификата материнского семейного капитала. Данную поддержку будут получать ежегодно 5,5 тысяч семей в среднем. И до 2024 года на реализацию планируется направить 15,5 млрд. рублей. Четвертое мероприятие – это предоставление семьям, имеющим трех и более детей, республиканского семейного материнского капитала. Данная мера поддержки осуществляется малоимущим гражданам. На поддержку в 2019-2021 годах планируется направить 421,5 млн. рублей. Ежегодно будут получать не менее 1,2 тысячи семей данную меру поддержку. Ну и пятая мера поддержки – это проведение циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. Планируется ежегодное проведение не менее 650 циклов до 2024 года. И на меру поддержки предусмотрено до 2024 года 473,9 млн. рублей. В этом году у нас предусмотрено 74 млн. рублей. И уже данную меру поддержку получили 505 семей на сумму 53,6 млн. рублей. То есть достаточно часто все-таки обращаются, да? Конечно. Если вот смотреть по предоставлению мер поддержки на первого ребенка, то у нас в 2018 году уже получили данную меру поддержки 66% от рожденных в 2018 году. Если пока смотреть 2019 год, то данную меру поддержку уже получили 37% от рожденных в 2019 году. Если смотреть выплаты на третьего и последующих детей, то эту меру поддержки у нас все-таки получают малоимущие семьи, многодетные семьи. И по итогам 2018 года получили 56% от рожденных в 2018 году. Ну а на сегодняшний день, если смотреть, то от рожденных в 2019 году получают меру поддержки 36%. Но год еще не закончился, и они обязательно к нам придут. Ну мы сейчас говорим о рожденных, но ведь законодательство предусматривает и учитывает, точнее говоря, и усыновленных детей. Конечно. То есть они тоже включаются в этот процент. Нет, нет, да. Семья имеет право и в этом случае. Да. Ленойна, как вы считаете, а стоит ли, может быть, увеличить, либо уменьшить финансовую планку для того, чтобы получателей этого пособия стало больше? Ну конечно, и такие меры уже приняты. В этом году уже есть соответствующие нормативно-правовые акты. И с 2020 года у нас меняются критерии осуществления выплат на первого ребенка. В этом случае уже, если сейчас мера поддержки предоставляется при условии, что на одного члена семьи доход не будет превышать полуторакратный прожиточный минимум, то со следующего года это уже двукратный прожиточный минимум. И необходимо отметить, что это в среднем 18 тысяч должно приходиться на одного члена семьи. И мы планируем, что сейчас, если к нам в среднем приходит 56%, то со следующего года к нам придут уже 90% получателей от рожденных. Было бы хорошо. Да. Семьи, в которых появляется второй или последующий ребенок, имеют право на получение материнского капитала. Это закон, который действует на территории всей Российской Федерации, действует давно. Основными операторами по обеспечению семей материнским капиталом в нашей республике считается пенсионный фонд отделения, Российского пенсионного фонда по Чуварской республике. Скажите, пожалуйста, Ирина Николаевна, сколько уже семей считаются получателями материнского капитала с начала действия программы? Я бы хотела отметить, что федеральная программа материнского семейного капитала действует с 1 января 2007 года. С начала периода этого по сегодняшний день у нас 91,1 тысячи семей получили сертификаты на материнский семейный капитал. В текущем году за 9 месяцев стали участниками этой программы 3,5 тысячи семей. Конечно, до конца года мы тоже ожидаем, что наши граждане напишут заявление и станут участниками этой федеральной программы. По вашим наблюдениям, с того момента, как был введен закон, как он начал действовать, увеличилось количество семей, которые решились на второго, на третьего ребеночка? Ну, конечно, тенденция к росту идет. И я хочу сказать, это, наверное, все-таки федеральный материнский семейный капитал действительно помогает мамочкам, помогает семьям материально. И поэтому, учитывая поддержку государства, наши мамы принимают решение, семьи наши принимают решение о том, чтобы родить еще одного ребеночка. Тем более условия направления материнского семейного капитала, они достаточно, можно сказать, широки. Например, средства материнского семейного капитала можно направить на улучшение жилищных условий, на обучение детей и оплату содержания детей в детском садике, на социальную адаптацию детей-инвалидов, на единовременную выплату семьям с низким доходом. Ну, а также последнее направление – это формирование пенсии, накопительной пенсии матери. Надо сказать, что наибольшей популярностью у нас, конечно, пользуются такие направления, как улучшение жилищных условий. Из всех обратившихся 75% было подано заявление именно на этот вид получения материнского семейного капитала. Ну, конечно, второе направление – это получение образования и оплата услуг в детском саду. Это буквально 15%. Но и на единовременную выплату при рождении ребенка детей, как Алина Ноевна уже отметила критерии, обратилась – около 9%. Но остальные два направления у нас, они составляют менее 1%. То есть о своей пенсии мамы совершенно точно не думают, получая материнский капитал. Ну, хочу сказать, что это буквально отдельное заявление. Но если вот так сказать, только 4 было таких заявлений. Все, что касается распоряжения главы Чувашской республики, которая дает право на дополнительную финансовую поддержку семьям, родившим третьего ребенка. Как в этой ситуации у нас, вот какие цифры, какие объемы? Ну, республиканский материнский капитал на третьих и последующих детей, где родились третьи и последующие детей, у нас уже в текущем году получили 1131 семья на сумму 88,1 миллион. Ежегодно направляется на данное мероприятие около 130 миллионов рублей в среднем. Ну, а в связи с тем, что это мероприятие у нас осуществляется в рамках этого регионального проекта, и период действия данного нормативного права окна до 2021 года, то есть до 2021 года мы планируем направить 473,9 миллионов рублей. Ну, и вообще, в целом, да и тоже в итоге, скажем так, вот со дня, с года, когда реализация осуществлялась с федеральным материнского... Ну, с момента действия, да. Ну, вот важно отметить, что на сегодняшний день многодетных семей у нас более 13 тысяч, и по сравнению с 2012 годом рост составил более чем на 60%. То есть количество многодетных семей нашей республики из года в год растет. Светлана Георгиевна, насколько я в курсе, основными операторами для контакта с мамами, имеющими детей до полутора лет, и получателями пособий являетесь, вы как фонд социального страхования, отделение фонда социального страхования. Какие условия необходимо выполнить мамам, семьям для того, чтобы стать получателями пособий? Действительно, региональное отделение фонда в Чувашской республике обеспечивает своевременность выплаты, гарантированно государством ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет. Это касается работающих граждан. Если пособие по беременности родом, право на пособие у нас имеет только мама, будучи беременна, и при получении листка нет родспособности при сроке беременности 30 недель, то пособие до полутора лет право на пособие у нас имеет как папа, так и мама. Если они работают, то есть региональное отделение фонда выплачивает ежемесячные, осуществляет ежемесячные выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет на основании сведений, которые представляет работодатель. С января 2019 года региональное отделение фонда и Чувашская республика вместе с работодателями перешли на прямые выплаты страхового обеспечения пособий. Это по временной нетрудспособности в связи с материнством. Внедрение проекта прямые выплаты необходимо для того, чтобы граждане получили пособие, гарантированное государством, независимо от финансового состояния работы дателя. Потому что такие случаи в Чувашской республике тоже были, когда пособия не выплачивались, потому что предприятие либо ликвидировалось, либо было банкротом. В настоящее время все пособия выплачиваются региональным отделением фонда в течение 10 календарных дней. Они не привязаны к выплате заработной платы. Выплачиваются на основании сведений, реестров по получателям пособий, которые направляет страхователь или работодатель в региональное отделение фонда. Это выплачивается в течение 10 календарных дней с даты представления этих сведений. В целом порядок для работающих граждан не изменился. Они обращаются в любом случае к работодателю и представляют пакет документов, необходимый для назначения и выплаты того или иного вида пособий. Приходилось слышать от молодых родителей, которые имеют детей до полутора лет, о том, что пособия приходят, допустим, в отличие от пенсии, когда есть фиксированный день получения, что пособия наши получения, ну, как-то вот не точные закрепленные даты. И родителям сложно рассчитывать получение вот этих вот денег. От чего зависит дата начисления, зачисления? Если первая выплата пособия до полутора лет определена 10-дневным календарным сроком, то последующая выплата, она производится до 15-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты. Поэтому, да, действительно, она не привязана к определенной дате. Вместе с тем пособия гарантированы. Как правило, до 10-го числа уже средства перечисляются региональным отделением фонда на те счета, которые указаны получателями пособий. Зависит от праздничных, выходных дней. Поэтому мы вместе с работодателями разъясняем семьям, мамочкам о том, что все равно бюджет нужно планировать, что пособие поступит. Никуда не денется. Да, никуда не денется. Но вместе с тем у ряда работодателей ранее пособие перечислялось в день выплаты заработной платы. Зарплата была 15-го числа. Единственное, что это было в определенно назначенную дату. Здесь дата не назначена, и это определено постановлением правительства. Перечисление до 15-го числа месяца, следствующего за месяцем выплаты. Часто вы в своей работе детского омбудсмена сталкивались с ситуацией, когда родители жаловались на то, что пособие может быть не начислено. Может быть, начислено не в полном объеме. Может быть, не поступает вовремя. Может быть, отказано вообще. Насколько вообще характерны эти случаи для нашей социальной сферы? Да, добрый день. По данному направлению в мой адрес поступает не так много обращений, чисто касающихся социальных пособий. Но по каждой из тем, которую мы сегодня обсуждаем, обращения были. Обращения были и по установлению графика выплат, особенно по уходу за ребенком, и по использованию регионального материнского капитала, и по использованию федерального материнского капитала. То есть здесь каждый случай индивидуален. Но если взять по статистике, то в среднем это от 10 до 14% от общего количества обращений. Но это без учета тех обращений, в которых содержатся вопросы социального обеспечения и которые рассматриваются в комплексе с другими направлениями. То есть если учитывать и их, то это получается каждое третье обращение, которое я направляю в соответствующие органы для оказания мер социальной поддержки по определенным жизненным ситуациям. Ну вот какого рода эти обращения? На что чаще всего жалуются? Чаще всего это выплаты многозетным семьям. Просьба многозетных семей очень большая, чтобы при учете дохода на членов семьи, минимального дохода, все-таки вычитались ипотечные платежи, которые семья вынуждена платить за приобретенное жилье. Я фактически с этим направлением, с этим вопросом и предложением согласна и работаю в этом направлении, чтобы были приняты нормативные документы для того, чтобы вычитать из общего дохода семьи пустичные платежи. То есть это будет обеспечено в том случае, если будет закреплено законодательно. Правильно я понимаю? Да, если будет закреплено нормативно. При работе не сталкивалась, при проведении проверок зачастую выяснялось, что меры со стороны органов власти все принимаются своевременно. Единственное, возникали неточности при предоставлении документов, которые следовало устранить, не устранялись своевременно. Но при устранении, конечно, все выплачивалось. Вот единичные случаи есть, когда, да, по ошибке отказали в выплате пособия. Но это случаи единичные, и они не характерны для нашей республики. Спишем это на технический брак, который, слава богу, поправим. Техническая ошибка, человеческий фактор, невнимательность специалиста. То есть это вполне исправимо. Заявителю принесены извинения, выплачено все за прошедшее время. И, то есть, ошибка устранена. А что касается регионального материнского капитала, здесь предложения поступали по поводу расширения направления использования для многодетных семей. И я тоже с этим согласна. И направляла запрос в Министерство труда, к сожалению, пока на сегодняшний день решение не принято. Это направление материнского капитала, средств этого капитала на приобретение детской мебели, колясок и так далее. То есть все, что необходимо при рождении ребенка. И которые затраты составляют значительную часть семейного бюджета. Потому что не секрет, что хорошая коляска сегодня стоит минимум 15 тысяч рублей в среднем. Я как предложение направляла, чтобы при подтверждении этих расходов документально за счет республиканского материнского капитала семьи могли получить определенную сумму на усмотрение в Министерстве труда, который курирует это направление. А что вам мешает усмотреть такие факты? Мы вполне можем рассмотреть это предложение. Пока можно направлять только на три меры поддержки. Вот этот вот республиканский материнский капитал, в отличие от федерального. Это только на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком и приобретение товара, предназначенных именно для социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество, детей инвалидов. Вот на эти цели. Но предложение мы примем, посмотрим. Что должна сделать каждая семья, которая строит свои отношения на принципах взаимоуважения и желание обеспечить своим общим детям нормальную жизнь в будущем? Как они должны поступить, если используется материнский капитал на приобретение жилья? То есть это заранее сразу же закрепить какие-то доли, разделить или что? Здесь направление. Вот почему возникают такие ситуации, когда доли оформляют только на одного человека? Связано это с получением ипотечного кредита. Как правило, чтобы получить только на одного человека, не делить на всех членов семьи, берется ипотечный кредит одним из родителей. И в дальнейшем при направлении средств материнского капитала дается обязательство этого члена семьи, что при оплате полностью этого ипотечного кредита в течение шести месяцев он будет оформлять, переоформлять, выделять доли в приобретенном жилье на другого супруга и на детей. И в данном вопросе все-таки необходимо акцентировать внимание на то, что обязательно выполнять следует это условие, это обязательство, в связи с тем, что любой суд при выходе в суд с иском удовлетворит просьбу истца о выделении доли, о выполнении этого обязательства. И здесь уже чисто морально, с моральной точки зрения, все-таки если ты давал обязательство, то нужно его выполнить в этой части. Что касается разделения имущества после расторжения брака, здесь уже, конечно, на усмотрение суда. Я в эти вопросы стараюсь не вмешиваться. Почему? Только если имеется нарушение прав детей, только в этом случае. Что, на ваш взгляд, необходимо изменить, дополнить, улучшить в системе получения, обеспечения поддержки семьям с детьми для того, чтобы эта система работала, ну, скажем так, практически идеально? – Ну вот, у вас был вопрос, почему наименее востребовано отдельное направление материнского семейного капитала, в части, например, социальной адаптации для детей-инвалидов. Я хочу сказать, что существует распоряжение правительства Российской Федерации, к которому определен закрытый перечень товаров и услуг. Вот, если бы, возможно, этот перечень был расширен, возможно, и мамы бы обращались вот именно по этому направлению. Но, на мой взгляд, скорее всего, они сейчас обращаются за этими товарами и услугами именно в фонд социального страхования, который, наверное, возможно, и бесплатно им предоставляет эту услугу. Вот. Ну, было бы, вот, намерно правильно, вот, на мой взгляд, вот, может быть, расширить вот этот вот перечень. Возможно, и там бы можно было получить какие-то лекарства и у нас, соответственно, да. – То есть увеличить, да, всю эту поддержку? – Да, да, да. – Ну, если вот брать выплату пособий, о которой мы говорим по работающим гражданам, с учетом того, что пособие как по беременности родом, так и до полутора лет, оно рассчитывается из заработной платы, из официальной заработной платы, которая есть у данного работника. Поэтому, если заработная плата хорошая, то и пособие будет, естественно, хорошим. Пособие по беременности родом, оно выплачивается 100% из рассчитанного. – Я теперь понимаю, насколько уязвимы люди, которые работают в организациях с теневой экономикой, да, с теневой заработной платой. – Потому что, если хорошая заработная плата, то, естественно, хорошее пособие по беременности родом будет подлежать выплате данному работнику, потому что оно рассчитывается, рассчитывается оно автоматически на основании тех сведений, которые представляет работодатель. И вся эта информация, она доступна вот и в пенсионном фонде. То есть идут отчисления с официальной зарплаты как в пенсионный фонд, так и в фонд социального страхования. – Да, у нас заключено соответствующее соглашение, и фонд социального страхования получает у нас сведения для расчета пособий. – По своей линии я хочу отметить, что мы ежегодно анализируем все меры поддержки. Мы всегда исходим из критерия адресности и нуждаемся. Но в отношении семьи с детьми такой принцип, скажем, не совсем действует, тем более с учетом тех изменений, которые планируются на уровне федерации. Ну и мы тоже, в свою очередь, в этом году пересмотрели в части осуществления выплат на третьих и последующих детей и хотим расширить категорию получателей. Соответствующий нормативно-правовой акт мы уже подготовили, направили уже на согласование в органы власти. Это означает, раньше, например, семья, у которых, например, родился третий, четвертый, неважно какой ребенок, после третьего, да ведь, если он ранее один раз воспользовался, то на последующих детей он не имел права пользоваться. Вот сейчас мы расширяем категорию получателей, и мамочки могут получать и на третьих, и на четвертых, пятых, и на всех последующих детей. Вот такой вот законопроект в этом году мы уже подготовили и хотим принять. – Прогноз какой? – Ну, мы вообще говорим о том, что сейчас, на текущий момент, если вот мы просчитали приблизительно, нам понадобится 36 миллионов. Ну, не знаю, насколько обратятся все люди в текущем году, но я думаю, со следующего года уж точно обратятся. Если рассматривать рожденных, то третьих и последующих детей ежегодно у нас рождается 3 тысячи в среднем. 3 тысячи. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Ну, вот из трех тысяч мы ждем 90% получателей услуг. – Ну что ж, спасибо вам большое за такие подробные ответы. Я хочу сказать нашим телезрителям, что к этой теме, к теме финансовой поддержки семей, имеющих детей, мы еще вернемся не раз в наших сюжетах. И вопросы, которые мы, может быть, сегодня не осветили, постараемся обязательно объяснить, осветить в наших сюжетах. Следите за программой. Всего доброго. Спасибо.